Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение Евангелия от Марка по тексту Острожской Библии 1581 года. И сегодня будет предпоследняя, 15-я глава. И мы читаем. «Абия, то есть тотчас, наутрия, совет сотвориша архиереи, состарцы и книжники, и весь сон, связавший Иисуса, ведоша и предаши его Пилату». Итак, Христос был арестован ночью. Ночью происходит под утро суд, а, собственно, утром опять совет архиереев со старцами и книжники, и весь сон, связавший Иисуса, ведоша его пред Пилата. Почему пред Пилата? Потому что законодательная власть была отнята от еврейского народа. Патриарх Иаков и предсказал, что не отнимется скипетр от Иуды и трость законодателя «Донди же не приди Христос». То есть Христос приходит тогда, когда царем над евреями не еврей, скипетр отнят от дома Иуды, то есть от дома царя Давида, и когда законодательная власть тоже отнята. И они могут приговорить Христа к смерти, но утвердить этот приговор должна реальная римская власть, прокуратор Понтий Пилат. «И вопроси его Пилат, ты ли, если царь иудейск, он же, отвечав рече ему, ты глаголишься?» Христос не вступает в спор, Христос не пытается себя как-то обелить, он или молчит, или отвечает очень коротко. «И глаголуху нань архиереи много». Но тут немножко непонятно, почему слово «архиерей» во множественном числе. Ведь по закону Моисееву архиерей или пересвященник должен был быть один. И он должен служить до смерти. Когда он умирал на оси, патриарх еврейского народа, то амнистию даже делали для людей. А в то время все было не так. Римляне перепродавали все время эту должность, и были архиереи на покое, скажем так. Как вот у католиков у них там есть действующий папа и папа на покое. И вот эта толпа архиереев, старцев, а старцы – это уважаемые люди. Это духовицы, это духовные люди, по-своему прозорливые. Вот здесь надо понять, что восприятие самими апостолами, христианскими женами вот этих событий, это было все очень сложно. Представьте себе, вы знаете, какого-то священника, и вдруг все архиереи, все старцы, самоуважаемые там, старцы Афаниты, все начинают требовать его смерти. Не просто наказание, а смерть. Но вы уважаете этих архиереев, вы уважаете этих старцев. Но вы не можете понять, почему они себя так ведут. И вот эти женщины, которые следовали за Иисусом, и сами его ученики, они не были революционерами и смутьянами, которые боролись якобы против Ветхозаветной Церкви. Нет, они были самой Церкви. Церковь Ветхозаветная. И в этом была их трагедия. И что происходит далее? Пилат же, паки, вопроси его глаголя, не отвещивайши ли, ничисоше, виш, коли кунатя свидетельствуют, и сужи к тому ничисоше, отвеща, яка дивитесья Пилату на всяк же праздник, отпущащий им единого, связанного его же прошаху. То есть, был такой обычай на праздник, особенно на праздник Пасхи, отпускать того заключенного, приговоренного к смерти, которого просил народ. И, конечно, для Пилата, собственно говоря, лучше было бы отпустить Иисуса. Ну, кто такой Иисус для Пилата? Какой-то мечтатель, какой-то странствующий философ, и не более того. А ворово там, это же убийца, это криминал, это совсем другое. И похоже, что он прекращает как бы это разбирательство с такой уверенностью, что вот Иисуса сейчас освободят, а тех мерзавцев казнят. «Беже нарицаемый ворово с ковники своими связан». Ковники – это друзья по тюрьме, закованные вместе. «И же в крове убийства сотвориша». Они там все были, злодеи-убийцы. Помните, когда их распяли, вот этих двух разбойников, один из них говорил, «Мы справедливо наказаны». То есть он понимал, что они совершили что-то такое, что это заслуживает смертной казни. А ворово – это точно убийца. В крове убийство сотвориша. А кто первый убийца? В Библии сказано, что убийца от начала – это дьявол. Он – убийца от начала. Хотя, когда мы читаем Библию, мы этого не видим. Мы видим, что Каин убила Виля. А причем тут дьявол? Нет. За каждым преступлением скрывается именно дьявол. За нашими собственными грехами всегда скрывается дьявол. Ибо в посланиях Иоанна Богослова так и сказано – творящий грех есть от дьявола. И возопив народ, начать просите, як уже всегда творящие им, народ требует, чтобы этот обычай соблюдался, пиладжи, отвечая им глаголя «Хошете ли пущу вам царя иудейска?» Это сарказм. Он как бы говорит, вы что верите, что вот этот человек избитый, оплеванный, Иисус из какой-то Галилеи, это и есть царь иудейский? В этом сарказм. «Ведише бо яку зависти ради предаши его архиереи». То есть пилад понял, что из зависти предали его. «Архиереи же, помануша народу» они начинают свои там технологии какие-то, воздействия на народ. «Да паче вараву пустить им». Такие предвыборные технологии. А кого избирать там? Вараву или Христа? Для помилования. Пиладжи, отвечав, паки, речей им, «Что оба хошете сотворю, его же глаголите царя иудейского». Опять сарказм. Неужели это царь? Ну, очевидно, что его оговорили. Он не царь. Он избитый, оплеванный, окровавленный. «А ниже паки, запиша глаголюше, пропни его, то есть распни его, пиладжи глаголуше им, что бо зло сотвори. О, ниже излихов и пияху, пропни его, пиладжи, хотя народу хотенье сотворите, пустим вараву и предаст Иисуса, бив, да пропнут его». Толпа, всегда выбирая между Христом и варавой, между Христом и дьяволом, изберет человека-убийцу, от начала дьявола. «Воине же ведоши его внутрь двора, ежи есть притор, созваши всю спиру, то есть весь отряд, и облекоши его в припруду, то есть плащ, и возложиши нань, сплетшие тернов венец, и на чашу целовати его, и глаголати, радуйся царю иудейский». И так они облачили его в припруду, то есть это красная мантия, символ императорской власти. А обычно человек не может одевать. Вот воины римские могли одевать, потому что они воины императора. А воинов позабавила эта ситуация, его Пилат дважды саркастически назвал царем. Ну, если царю, сейчас оденем на него этот плащ. На чашу целовати его, целовати это приветствовать, и глаголати радуйся царю иудейский, и бяху его по голове тростью, и плеваху нань, и пригибающая колено, поклоняху ся ему, то есть целый цирк, и гда поругавшись ему, совлекавши с него препруду, и облекавши его в ризы своя, ему возвращают его одежды, и изведоши его, да пропнут его, и задеша мимо ходящую некоему Симону, киринею, грядущую села, отцу Александрову, и Руфову, да возьмет крест его. То есть Христос был настолько избит этим римским отрядом, что он не мог сам нести крест. И вот римляне попросили некого Симона Кириянина, чтобы он понес крест. И этот человек известен Марку. Марк говорит, это отец Александра и Руфа. То есть, скорее всего, Александр и Руфа – это христиане. Именно их отец нес крест Спасителя. И приведуше его на Голгофу место, это же есть, сказаемо, лобное место, то есть гора черепа, потому что по преданию здесь был похоронен Адам, точнее, сначала он не был похоронен, его тело просто положили, люди не знали, что делать с мертвым телом, а солнце пекло очень ярко, и кожа начала сползать со лба, и это место стали называть Голгофой, а Адама там присыпали. И приведуше его на Голгофу место, ежи есть, сказаемо, лобное место, и даяху ему пити, и смирный смену вино, он же неприят, и распенше его, разделише ризы его, и метаюше жребия, он не кто возьмет. Здесь аллюзия со словами из Псалтири. Бежий час третий, и пропяше его, и бе написание вины его, написано, царь иудейск, мэлох иудим, было написано, царь еврейский, и с ним распяше два разбойника, единого одесную, и единого ашую его, кстати, надпись это было положено по римским законам, как немцы, они тоже придерживались этого принципа, если они вешали человека, они там вешали на груди обозначение его вины, там, партизан, или кто-то еще, саботажник, и с ним распяше два разбойника, единого одесную, единого ашую его, то есть один справа, другой слева, и бысь писание ежеглаголит, и с беззаконами вминися, избысься, то есть таким образом исполнилось писание, о нем было сказано пророками, что он беззаконным причтется, и мимо ходящий хуляху его, покивающий главами своими и глаголюши оуа, разоряй церковь и треми дыми созидая, спасися сам и сниди со Христа. Вот здесь мы видим, что они понимали, что слова-то его были как раз об этом моменте. это там они просто фантазировали. Так уже и архиереи, ругающиеся друг к другу с книжники, глаголуху, и на спасе себя не может спасти, для них это как бы доказательство, что он не Христос, потому что а где же тогда ангела с своей помощью, и на спасе себя не может спасти Христос, царь Израилев, да снидит ныне со Христа, да видим и веру имем Ему. Вот здесь происходит, что-то с этими людьми. Вот надо прямо сказать, что дьявол все делал для того, чтобы Христа распяли. Только не на Пасху. Но так получилось, что его распяли на Пасху. А теперь дьявол вдруг испугался чего-то. И дьявол, который кричал через толпу «распни, распни, распни его!» Сейчас кричит через этих людей, священников, архиереев «сниди со Христа!» Уверуем. А почему же дьявол хочет спасти Иисуса? Дьявол, который очень чуток к человеческим грехам, он питается грехами, если хотите, он ощутил, как все грехи мира соединились в теле повешенного на древе. Дьявол оказался обесточенным, и он внушает мысль, нашептывает через своих бесов этим архиереем кричать «сойди, сойди с Христа!» И мы веруем. Дьявол понял, что он как Аман попал в собственную ловушку, Аман строил висельницу для Мардахея, и на этой висельнице Амана повесили. Это книга из «Сфирь». Дьявол все делал для того, чтобы Христа распяли на кресте. Почему? Потому что дьявол знает Писание. А в Писании сказано «проклят висящий на древе». Но когда он повис на древе, он не стал проклятым. Он взял на себя добровольно проклятие наших грехов. Поэтому поведение толпы меняется. И пропятые с ним понашасты ему и распятые с ним, то есть тот, кто справа, тот, кто слева, тоже ругались на Христа. «Бывши же часу шестому тьма быст по всей земле до часа девятого и в час девятый возопи Иисус глазом велием глаголя «Эллуи, эллуи, али масса вахвани, ежи есть сказаемо Божиим, Божи мой, во что мя оставит». Христос молится словами по псалтыре царя Давида, этим самым научая и нас в самые тяжелые моменты молиться словами этой книги. «Инеции от стоящих, слышавшие глагол ухв, все Илью гласит». Почему они так подумали? На самом деле «Эллуи» это сокращенная форма имени Божия «Эллугим». А им послышалось, что это как бы транслитерируется как имя Ильяху, Ильяху, Илья, Илья по-еврейски. «Тех же един и исполнив губу отца губку уксусом и возлож на трость напояши его глаголя оставите. Оставите, да видим, аж и придет Илья сняти его и сужи пущ глаз вели ист ше и завеса церковная раздрася надвое свыше до нижи видев же сотник стоя прямо ему, як такова запив исче рече воистину человек сей сын бе Божий беху же и жены издалече зряше в них же бе Мария Магдалини и Мария Иакова Малого и Иосия Мати и Саламия еже и егда бе в Галилее хождаху по нем и служаху ему и и многие я же взыдоша с ним в Иерусалим женщины только они остаются с Иисусом исключение составляет Иоанн Богослов по молодости по юности апостолы заперлись в это время в сионской горнице и тряслись от страха страха ради иудейского и уже позднее бывшую понеже бепеток еже есть к субботе то есть время было позднее пятница наступала суббота суббота наступает в пятницу вечером за ходом солнца и надо было спешить приди Иосиф иже от Аримафея благообразен советник церковная традиция так и называет его благообразный Иосиф иже той бечая царствия божия то есть он исповедовал теократические принципы дерзнув вниди к Пилату что значит дерзнув вниди к Пилату до этого он был только тайный ученик как и Никодим был тайный ученик здесь он действует открыто перед лицом смерти Христа Иосиф и Никодим обретают мужество и проси тело Иисусова не кажется человек может взять и войти к Пилату Иосиф Аримафейский мы знаем был очень богатый человек Пилат же дивись а аж уже умри Пилат думал что смерть будет долгой и призвав сотника вопроси его аж уже умри то есть разве уже умер и увидев от сотника то есть убедившись от сотника даст тело Иосифове и помните в церковных песнопениях возьми всего странного возьми всего странного и купив плащаницу и снем его обвить плащаницею и вложи его во гроб то есть Иосиф делает все очень поспешно потому что тело даже не смогли обмыть потому что пятница вечер наступает суббота и вложи его во гроб положили во гроб этот гроб Иосиф сделал для себя Ижебе истечен от камени то есть только богатые люди могли иметь такой гроб который выдалбливался в скале а бедных людей хоронили в каких-то там пещерах но это уже вдали от Иерусалима и привали камень над двери гробу Марии же Магдалине и Мария Иосиева Зрясто где его по лагаху потому что они намерение потому что они имели намерение прийти и помазать его миром обмыть его помазать миром но сейчас они этого сделать не могут потому что наступает суббота и ради субботнего покоя жены мироносица остаются в покое об этом говорится в Евангелии от Луки камень привален к гробу но сможет ли он удержать в нем того который сам сказал о себе асм есм то есть я есть сущий сущий это значит самодостаточный все мы существующие и только один Бог есть тот которым мы живем движемся и существуем сможет ли смерть задержать жизнь в своих объятиях субтитры субтитры и субтитры Продолжение следует...